мы продолжим пройти руку названию в упал так давайте вниз прыгаем а тут ничего нету мы можем сейчас с вами сгонять ты по прежнему здесь последний день его и надеюсь что у тебя уже не идея так что ты опять от меня хочешь я не могу найти чип-карту возможно в наши дни их и тяжело но есть более чем достаточных людей у которых она есть просто пообщайся с людьми я верю в тебя найти чип-карту давайте мы с наверно с вами сейчас сходим к этому как он называется проектору блин нужно было все-таки в серии ребята в тоже проектору сразу пойти чуть я тупанул бусерс и вторая часть это кажется вторая часть идея фильма вместе с ганским упавшим храмом пришли блойны небесный народ который выглядит совершенно как не из этого мира они вооружены как и флакеры только еще подожди тоже было так как просто успокоить их мы попытались предоставить несмотря на то что мы успокоили блайн а последние несколько блюстеров ушли в течение это печально они выросли такой красивый мусс как и так было ну что то новенькое привет всем кто смотрит это я повар сегодня я вышел чтобы пожелать жвачку но когда я попытался вернуться на кухню дверь была заблокирована я ждал довольно долго и чтобы убить время я решил нарисовать дефиль иногда я слышу неприятные звуки кто-то кажется жует реально громко я даже слышу как некоторые в ум и кричат в изнутри сначала думал что они играют в игру но потом я начал волноваться мы с поварами совсем недавно начали масштабный сюрпризный проект но все мэп тут повара еще очень неопытным большинство моих коллег отправились в город попу так что у тех осталось только несколько добровольцев знаете карла он всегда жаловался на одного в ума который не мог на есть за мороженого этот в ума всегда копал мороженым всюду карла приходилось убирать каждый день но вы ведь знаете карла поэтому я придумал план сделать гигантское мороженое мы дадим это этому в уму чтобы в ум объелся им навсегда в основном мы используем благ и жевательная резинку но нужно достать очень определенной температуры прежде чем их получить смешать для этого мы построили массивный конус каменным внутри это было рискованно но это был единственный способ и возможно не испортили его когда я вышел на улицу было бы обидно потому что мы уже оговаривали эту тему пару дней наконец я снова смогу войти внутрь хорошо десерт это катастрофа получился какой-то жевачный суп и это совсем не вкусно и почему-то другие повара не решаются попробовать наверное нам пока что и придется смириться со жевачным супом на какое-то время это было весело хорошо когда кто-то вроде вас собирает новый диафарм есть кое-что взамен кто карла день 3 чей-то дневник я не собираюсь читать это простите но всему есть предел обидно но почему ладно это диафильм у нас его я сделал давайте посмотрим интересно сколько в умовсе осознала этот факт что мы превосходим прочей численности всех других существ в этом мире и довольно большие числом я бы да на самом деле нас так много что мы живем в разных местах конечно есть дом в умов где я прожил довольно долгое время наши дни большинство из нас и живет в городе попу в дальнем оживленном месте действительно было бы интересно узнать что об этом думают блюстеры и спленхеры кажется большинство места было построено нами или обслуживалась нами в случае с чудо пленком хотя мне еще хотя мне все равно я чувствую что после нашего осуществования вклада в войну с франкером мы заслужили это я не уверен о чем я думал когда сделал его несмотря на то что он нас большинством мы не должны забывать о друге спасибо что нашли этот диафильм я уверен что это хорошо будет в умом а ладно чё там дали снаэл похоже здесь нет текста только рисунок или что бы это не было какой-то след ладно я предполагаю что такое рода дефор может существовать разве было интересно не думаю на этот раз я не следовал обычным путем и все еще озадачен тем что я видел сегодня я нашел туннель ведущий к невидимому тьме я бесстрашно шел в нее место оружия на минуты или две я задумался кто создал этот туннель я размышлял и вдруг это случилось это было страшнее чем я мог себе представить необъяснимые цифры вылетали издалека и я уже начал подвергать сомнению свое собственное существование я смотрел на странные глаза аквариумного призрака я сомневался что выйду живым только в случае я никогда не видел столько обреченных существ обреченного существа а потом бум в течение секунды он сбил меня с дороги продолжение следует я не уверен что мы узнали что-то полезное из этого я фильма но это было захватывающе не так ли интересно что будет дальше здесь что-то для вас короче мне походу нужно будет сейчас дневника дать тому челику то что лично сейчас я уже фиг знает так высоко тут меня отправишь мне интересно ух так не мог бы ты выйти из моей комнаты я поймите не имею кто ты я сожалею ладно я сожалею пока не как и а и а и 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 короче так коробки вниз и спуститься уже ним а не могу так роща это то уже пятый этаж давайте мы немножко с вами изучим этот этаж нам на второй этаж эта работа иногда сводит мне с ума и думаю что это относится ко всем кто все еще работа здесь возможно я должен отправиться в город попу как и все остальные но дом в умов нуждается в тебе я думаю что ты прав ты такой добрый вон так не может свою секретную лабораторию приглашал если не ошибаюсь так не сюда да так интересно куда он ушел вот 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 странное место и но же это картина в в в в в в в в Продолжение следует... Давайте нарисуем ему что-нибудь. Ночное небо бесконечно вдохновляет. Ты так не и думаешь? Иногда можно увидеть странные объекты в небе. Даже странные вспышки. Интересно, я люблю вспышки. Хорошо, пока. Это объекты так загадочные. Я всегда стараюсь схватить их, но почему-то я иду прямо сквозь них. И больше их не вижу. Единственное, что я могу сделать, как художник это рисовать, так как я могу принести их на физический мир. Это действительно так. Единственный способ потрогать их. Но эти вспышки, я просто не могу понять, как их нарисовать. Позволь мне помочь тебе. Действительно? Ты думаешь, что можно нарисовать вспышку? Я не могу дождаться, когда увижу это. Продолжай, я смотрю. Это выглядит не так уж плохо. Но, хм. Не уверен. На самом деле это неплохо, но она отражает суть вспышки в небе. Может, всё дело в цвете, который я немного не подошёл? Я делал лучше в следующий раз. До свидания. И то бы я. До свидания. Это выглядит не так уж плохо. Ну, хм. Что мне нужно сделать? Подожди. Я понять не могу. Так, на улицу дождь пошёл. Короче, нам нужно теперь идти на нижний этаж, да? Так, плюс фильм. Давай на третий. Ясно. Ты уже бывал в чудо-пленнике? Там много вумов. Рассказывали мне о том, что хотят посетить его. И назад они никогда не возвращались. Думаю, должно быть там очень весело, да? Возможно. Привет, хочешь торты с блаком? Зачем? Это не ваше дело. Хм, ну ладно. Хорошо. Что только что произошло? Здесь что-то пахнет, но это точно не торт. Интересно, принадлежит ли это кому-то кому-то. Приветствую молодого вума. Вы готовы к одной из знаменитых историй Берцмультера? Да. У меня есть новая история для вас. Хотите её послушать? Я бы хотел услышать старую историю. Я ещё не рассказывал вам историю. Глупо. Эта история была обо мне во время войны. Я был всемогущим генералом, который видел Фрэнкеров в воронку благодаря моему гениальному изобретению. Выдумка. Я слышу, что вы думаете. Волшебное сочетание с плёнкой и плюсовой воды. Да, вум, когда спленка вступает в контакт с плюсовой водой, он становится огромным. Я не учёный, но спленка очень твёрдый материал. Я искал возможность сопоставить его размер с его весом. Говоря так. Горячая вода является ответом на это. Да, да. Вумы в тот день смотрели на меня, как будто я такой... Какой-то гений. Они делали то же лицо, что вы делаете прямо сейчас. Спящее лицо, я понял. Но я не могу их винить. Я имею в виду, я действительно гений, даже если я говорю только о себе об этом. Легендарный Берс Мельбург, изобретатель, ведущий технологии на долгие годы. Я возглавлял армию блюсерами из пленк-хекеров, создавшие гигантские спленк-пули. Бежащие фенки распасались Бексом и в конце итоги упали в воронку. Разве я не гений? Скажите мне, что я гений? Вы гений, Берс Мельбург? Их тело тряслись от страха. Ха! Да, я доказал, что вумы происходят все остальные расы, благодаря нашим изобретениям вумов. Но мы не останавливались в комбинации с пленкой, и блюсовой воды также оказалось великим механизмом для строительной конструкции. Для создания дома вумов я дважды сложил четыре части плянка, затем я позволил блюсерам заполнить их блюсовой водой. Через несколько часов мы построили самую большую структуру в истории. Я считаю, что даже город Попа еще не перерос ее. Бесмург Сберс создал самые высокие естественные виды вум зданий. Уверен, наверняка есть многие названия этой вум. Мы должны быть впечатлены. Вы гений? Вы, кажется, зазнаетесь. Я знаю. Вум, спасибо за то, что выслушал меня. Я не очень-то был знаменитым в современном развитии, но у меня сейчас есть страсть к рассказам. И вы заставляете меня чувствовать себя счастливым из-за этого. Вы вполне хороший вум. Хе-хе, я хороший вум. Хе-хе, хороший вум. Хе-хе, хороший вум. А кто это пятый? Хотел? Так, а что у нас тут есть? Тортик, сотку пополняет. Так, охранники. Прот. Прот. Так, давайте, наверное, сохранюсь. Ага, сохранился. Проверяйте. Здравствуйте, я создатель Проти Прот. Также известная как команда по вождению города Попо. Вам нужна помощь? Город Попо. Да. Вам нужна помощь? Расскажите мне о... Я не могу дождаться, пока я поеду в поезде. Я тоже. Расскажите мне о городе Попо. Не, правда, друг... Так. Я и пара других моих коллег Попо хотим содействовать в путешествие до города Попо. Мы продаем чип-карты, но, к сожалению, сейчас их не осталось. Пару дней назад мои коллеги отправились в город Попо, чтобы привезти еще чип-карты. Но, видимо, их не осталось. Они говорят, что город Попо в настоящее время сосредоточен на приобретении кредита. И город почти достиг своей цели. Кредит. Да, в городе Попо они используют систему кредита. Вместо того, чтобы получать деньги в смуртках, как мы делаем здесь, им платят с помощью кредита. Общая сумма кредита это индикатор, показывающий, сколько усердно работает Попо. И чем быстрее он увеличивается, тем более они мотивированы. Кредит. Ничего личного. Когда вы зарабатываете кредит, вы зарабатываете его для города. Как только город достигает определенную сумму кредита, они обычно вознаграждают город. Но в этот раз это будет очередное крупное расширение города. Расскажите мне о городе. Что бы вы хотели знать? Ой, как выглядит город Попо, они используют другую валюту, как мне туда добраться? Город Попо. Это постоянно расширяющий шумный город, расположенный под землей. Если вы никогда не были там, и вы считаете, что чудо-пленка слишком суматошина, вас ждет сюрприз. Тысячи вумы или более, Попо гуляет по улицам так каждый день. Когда вы приедете, вы пойдете в старый город, который является старым центром города. Немного дальше есть гигантский мост, который перевозится в умы в центр, который является новой частью города. Оттуда они используют транспортные трубы. Инициатива Тубукуса быстро достигает мощных мест. Что вы там делали? Круто. Там есть много различных дел. Вы можете работать там, помогать и получать город кредит. Но теперь есть еще какие-то мероприятия для пенсионеров и вумов. Рыбная лав, ловля в канавле. Есть какие-то множества малых и больших магазинов, которые до сих пор используют смурты. Вы можете купить там еще больше вещей, чем найдете здесь, в доме вумов. Круто, пока. Да, давайте тогда еще дальше поговорим о городе в другой валюту. Да, в городе Папа, не использую систему кредита. Вместо того, чтобы получать деньги в смуртах, как мы делаем здесь. Кредит ничего личного, когда вы зарабатываете кредит в логатла. Как мне туда добраться? Попасть туда можно, отправився на поезде, который находится слева от дома вумов. Но вам нужна чип-карта, чтобы сесть на поезд. Хорошо, увидимся, где я могу получить чип-карту. Будет очень сложно получить чип-карту. Раньше у меня было много, но они были распроданы много лет назад. Я уверен, что в доме вумов осталось только двое вумов с чип-карты. Это Ланс и Мерик. Они живут на третьем этаже. И я не думаю, что они когда-нибудь охотно представят вам свою чип-карту. Хотя... Хорошо, увидимся. Так, как я понимаю, сейчас ночь, да? Да, все спят, значит... Возможно, змейка-то не спит уже. Хотя, походу, спит. Приветствую, молодого вума. Приготовка к одной из знаменитых историй бармана. Блин, нафиг надо. Глупо. Ладненько, что мы можем еще найти? Чел, давай. Это на каком этаже? Так, я на третьем, да? Погнали на четвертый. Поехали. Я не перестаю думать о том, что новый повара создали там монстром. Постоянно слышу какие-то странные звуки, доносящиеся оттуда. Мы уже одолели его. Так, пойди, мне уже должны были выгнать. Ладно. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, а если я скажу, что мне нужно на пятый этаж, либо на шестой тот же самый? Давайте попробуем. На какого мы просто отправляемся? Пятый. На пятый этаж? Извини, но из-за большого количества пыли мы не можем попасть на пятый этаж. Мы там не проедем на лифте. Кто-то должен как-то избавиться от нее. Ладно, тогда мы сейчас с вами полезем наверху. Мне интересно секретное место того детка. Кто-то говорил, говорил за секретное место, но где оно? Ну, свиток. Нас. Большой кусочек пыли. Очень большой кусочек пыли. Меня оншотнуло. Воу-воу-воу. Успел, 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 успел. Ты сделал это? Это просто? Вау, эта комната идеальна для меня. Спасибо вам. Если ты захочешь устроить тренировочный бой, ты можешь найти меня здесь. Никогда не видел столько места в одной комнате. Как дела? Ты хочешь потренироваться? Да, давай, тренироваться. Потрясающе. 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 Монат, а это не честно, не думаешь? ХП-шки он тут себе пополняет, видите ли? Ты хорошо сооружайся, но, чтобы победить, мне тебе нужно больше практики. А если у меня будет фул хп, а ну давай ещё раз. Кар, это прам, круто, вон. Что делает Дэнквелл? По-прежнему эти сумасшедшие кары? Да, каждый день. Плюс ко всему я ей вешу на этом прохвосте. Ну ладно, удачи. Вам тоже прам, кар. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Полю мой победитель, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.